Так, у кого-то здесь проблемы с предлогами. У тебя не понимаешь, когда используются предлоги в английском языке и как правильно их использовать, когда используем in, когда используем at. Почему предлоги можно взаимозаменять? Сегодня на этом видео я тебе чётко объясню, когда используются определённые предлоги, а также я посоветую тебе видео-тренинг, который натренирует тебя использовать данные предлоги в речи. Мы начнём с первого предлога, это from. From переводится из. Нас очень часто спрашивают, откуда мы? И нам нужно сказать, мы из России, я из Германии, он из Японии, а она из Италии. В английском языке есть такое понятие, как прямой порядок слов. Прямой, то есть подлежащее, сказуемое и второстепенные члены предложения. Я что делаю? Есть из России. Итак, я есть из России, это прямой порядок слов. Запомните, в английском языке сначала идёт подлежащее, потом сказуемое, и в данном случае существовать, находиться, быть – это действие. Я есть. Что я делаю? Я существую. Нам обязательно нужно использовать глагол to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Тебе нужно было запомнить с прошлого урока. I am, я есть, я существую из России. Слово из, запоминаем? From. I am from, какая страна? Russia, Россия. I am from Russia. Либо я из Италии. I am from Italy. Я из Испании. I am from Spain. Давайте мы с вами ещё и страны сегодня выучим. I am from Germany. Germany. I am from Germany. Прочитаем всё вместе. I am from Russia. I am from Italy. I am from Spain. I am from Germany. Russia, Italy, Spain, Germany. Скажи мне, я из России. I am from Russia. Я из Германии. Я из Германии. Я из Италии. Я из Испании. Переводим. I am from Spain. Я из Испании. Чтобы выучить ещё больше стран и практиковаться по предлогу from, я оставлю ссылочку на курс от А до Я для начинающих. Там мы в течение сорока минут оттренировываем все предлоги и кучу-кучу-кучу-кучу стран и запоминаем прямо на ходу. Следующий предлог мы с вами берём – это ИН. Предлог ИН обозначает, что вы внутри какого-то помещения. В. Если вы находитесь в ванной, в туалете, в спальне, на кухне, то есть в кухне, вы используете предлог ИН. Итак, запомните, вы находитесь внутри помещения. В доме, в квартире вы используете предлог ИН. Давайте посмотрим на слова, которые я вам дала. Bathroom – ванная. Room – это комната. Bath – это ванна. Получается ванная комната. Bathroom. Bathroom. Молодцы. Living room. Living – это жилой. Room – комната. Living room – жилая комната. Dining. Обеденная комната. Там, где люди обедают. В Америке есть разделение. Кухня – отдельно. Обеденное место – отдельно. Dining room – это обеденная. Обеденная комната. Там, где стоит стол. Со стульями и все кушают. Bedroom. Bedroom. Bed – это кровать. Room – это комната. Bedroom. Спальня. Kitchen. Kitchen – это кухня. Итак. Bathroom – ванная. Living room – гостиная. Dining room – обеденная. Bedroom. Спальня. Kitchen – кухня. С данными словами мы будем использовать артикль there, потому что у нас есть правило предлог, артикль, местоположение. Если вы говорите предлог, артикль, местоположение, в 90 случаях вы будете использовать артикль there, определенный артикль. Про артикли мы с вами будем говорить на следующих уроках. Сегодня просто запомните, что мы будем использовать артикль there, когда мы будем говорить, что я в ванной, я на кухне, я в спальне. Итак, посмотрим. I am in the bathroom. Я в ванной. I am in the bathroom. Maria, I am in the bathroom. Маш, я в туалете. Bathroom – это и туалет, и ванная. I am in the living room. I am in the living room. I am in the dining room. I am in the bedroom. I am in the kitchen. Давайте мы с вами посмотрим на вопрос. Где находишься ты? На следующем уроке мы с вами будем говорить, как задаются вопросы в английском языке, но я вам дам уже маленькую подсказку. Где находишься ты? Where are you? I am in the bathroom. I am in the living room. I am in the dining room. I am in the bedroom. And I am in the kitchen. Посмотрите, пожалуйста, вы используете предлог in, потому что вы находитесь внутри помещения. Вас обволакивают стены. Вы находитесь как будто в коробочке. Ваша задача сейчас посмотреть на эти слова. Сейчас буду спрашивать. Спроси меня. Где ты? Where are you? Переводим. Я в ванной. I am in the bathroom. Я в гостиной. Я в гостиной. I am in the living room. Молодцы. Я в обеденной. I am in the dining room. Молодцы. Я на кухне. Посмотрите, в русском мы говорим я на кухне, но вы же не на макушке у нее сидите. Вы внутри кухни. В кухне. Итак, переводим. Я на кухне. I am in the kitchen. Молодцы. Я в спальне. I am in the bedroom. Я в гостиной. I am in the living room. Да, у нас есть такое слово toilet. Оно иностранное слово. Toilet. Вы можете сказать I am in the toilet. Хотя в Америке говорят I am in the bathroom. Кстати, я вам только что объяснила, что мы используем предлог in, если мы находимся в помещении, в какой-то коробочке, которая нас обволакивает. Давайте посмотрим, что страна также имеет границы. Если вы находитесь внутри страны, внутри континента, у вас есть невидимая оболочка, то есть граница, где заканчивается то место, где вы находитесь. Вы находитесь внутри страны, а это значит вы используете предлог in. I am in Russia. I am in Japan. Я в Японии. I am in China. Я в Китае. Кстати, со странами мы не используем никакие артикли. Запомните, пожалуйста. Итак, Russia, Россия. Japan. 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 Япония. China. China. Китай. Итак, where are you? Где ты? I am in Russia. He is in Japan. Он в Японии. And she is in China. Давайте мы с вами теперь посмотрим на предлог at. Мы с вами только что брали предлог in внутри. I am in Russia. Предлог is. I am from Russia. Я из России. Предлог at. Мы используем, если мы в каком-то месте, где есть скопление людей. К примеру, вечеринка или стадион, зоопарк, метро, бауманское. I am at the party. Я на вечеринке. I am at the stadium. Я на стадионе. I am at the zoo. Я в зоопарке. I am at baumanskaya. Я на бауманской. Кстати, посмотрите. Бауманское это название, а с названиями не используется артикль. Везде артикль есть, а это имя, как с Россией, со странами. Мы не использовали артикль. С названием метро мы тоже не будем использовать артикли. Итак. Я на вечеринке. Записываем данные слова. Сейчас буду спрашивать. Поехали. Я на вечеринке. I am at the party. Я в зоопарке. I am at the zoo. Я на стадионе. И я на бауманской. I am at baumanskaya. Молодцы. Итак, четыре слова. Zoo, стадион, пари, бауманская. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами подвели итоги к тому, что мы выучили. Мы с вами взяли три предлога в английском языке. Предлог from обозначает я из какой-то страны или города. Предлог in обозначает внутри чего-то. Например, внутри помещения. И предлог at обозначает в, либо на, в данном случае место, где есть скопление людей. Давайте вспомним, что мы с вами выучили. Либо я в какой-то комнате. И предлог at. Я на стадионе, я на станции метро. Надеюсь, это было понятно. Чтобы помочь вам не только знать английский язык в теории, а именно говорить на английском языке. Чтобы говорить на английском языке, нужно оттренировать грамматику в практике. Для этого я создала для вас видеотренинг, который тренирует вас говорить. Данный видеотренинг создан по моей методике, где я задаю вам вопросы, а вы на видео должны ответить самостоятельно. Сейчас я хочу показать вам кусочек из моего видеотренинга, чтобы вы поняли, как происходит обучение. How often do you take your dog for a walk? Пример. Я выгуливаю собаку три раза в неделю. Поехали. I take my dog for a walk three times a week. Все слова знаем, которые я вам даю. I take my dog for a walk three times a week. Я выгуливаю собаку каждый день. Правильный ответ. I take my dog for a walk every day. Я выгуливаю собаку через день. I take my dog for a walk every other day. Will you take a dog for a walk tomorrow? Ответь, пожалуйста. Правильный ответ. Будущее время у нас пошло. Yes, I will. I will take the dog for a walk tomorrow. Отрицание. Как будет? No, I will not. I will not take a dog for a walk tomorrow. Вот вы увидели, что чтобы заговорить на английском языке, нужно реагировать на речь другого человека и самостоятельно отвечать, используя лексику и грамматику. Я тот человек, который разговаривает с вами прямо на видео. Во время паузы вы реагируете на меня. Вы отвечаете, используя ту лексику и грамматику, которую я вам объясняю в начале урока. Таким образом, за час практики вы осваиваете всё, что я вам рассказала, и сами употребляете это в речи. Потому что данная тема входит в вашу привычку. Данную тему вы оттренировали самостоятельно. Это исходит от вас. Данный курс называется от А до Я, то есть с самого нуля, с самого-самого нуля до уровня С1. Это 125 видео, 125 часов практики. Данный курс находится на моём сайте школополиглотов.ком. Он разделён на три части. Новичок, средичок и крутышка. То есть уровень А, Б и С. Также данный курс можно приобрести вместе. Всё включено. Если вы приобретаете всё включено, то на курс действует скидка. Курс остаётся у вас навсегда. Вы можете всегда к нему вернуться в любое время дня и ночи. Приобрести курс можно из любой страны, любой картой, если на ней есть такие слова, как виза, либо мастер-карт. Если вы хотите оттренировать грамматику в упражнениях, то я посоветую вам две книги для начинающих и для продолжающих английский язык. Это мои авторские книги, где я объясняю теорию, но также это практикум, а это значит, что я даю вам упражнения, и к этим упражнениям есть ключи. То есть вы можете проделывать упражнения на грамматику и проверять себя самостоятельно по ключам. Если вы хотите, чтобы я вела вас самостоятельно, чтобы я исправляла все ваши ошибки и была вашим партнёром, тогда приходите на уроки по скайпу. Я научу вас говорить в кратчайшие сроки. Для всех тех, кто хочет взять уроки по скайпу, я советую абонемент из 10 уроков по 30, 45, либо 60 минут. Всю информацию вы можете найти у меня на сайте школополиглотов.com Все те, кто занимается со мной по скайп-урокам, также получают в подарок видеотренинги и занимаются по видеотренингам дома. Приходят ко мне на уроки и рассказывают, и репетируют всё то, что они прошли в реальной жизни уже с реальным человеком. Я научу говорить вас на английском. Хотите вы этого, либо нет. Меня зовут Ирина Мапсисян. И добро пожаловать в Школу Полиглотов. Все ссылочки на книги, на курсы и скайп-уроки я оставлю под этим видео. Bye!